всех приветствую меня зовут ярослав вольпин я координатор проекта эко рейд вы наверняка привыкли меня видеть где-то в полях в роликах ну а сегодня мы в студии и у нас сегодня очень интересная беседа у нас в гостях иван юрьевич навицкий человек хорошо известный его сильно не надо представлять вы наверняка много раз слышали его фамилию связан с решением проблем горожан и сегодня мы с ним встречаемся здесь студии чтобы так сказать обменяться опытом да иван юрьевич расскажите пожалуйста чем вы сейчас занимаетесь какие у вас сферы деятельности что за организацию вы представляете я представляю общественный совет проекта чистая страна по москве партии единой россии это во первых ну раньше это была экология москвы до этого была экология россии и кроме того я сопредставитель медиасовета первого общественного экологического телевидения ну на сейчас некоторые преобразование идет потому что с этого года вот проекта чистая страна полностью идет в москве тоже и мы конечно координируемся и обсуждаем эти темы и с федеральным руководством ну и с московской области нам тоже очень интересно потому что в плане отходов естественно москва и область друг без друга не могут ну да вот смотрите к нам жители обращаются как раз по вопросам тех самых отходов как правило где они незаконно сваливаются там в оврага в полях закапывают и все чего годности может быть но и по другим вопросам прям пишут там telegram чат еще что-то с какими проблемами к вам люди приходят что волнует москвичей сегодня поскольку у нас зеленых насаждений много по разным как бы направлением и комплекс городского хозяйства и департамент культуры не занимаются и парками особо охраняем природными территориями департамент жилищно-коммунального хозяйства это зоны наши вдоль магистралей зеленые насаждения это и во дворах парке сквер которые относятся к обслуживанию бы уже личных районов вот эти темы тоже активно обсуждаются на нам нужно понимать как мы дальше развиваемся на территории города москвы вот зил например да завод многие плакали страдали что вот закрыли наше советское детище да ну понятно что в центре города не может такое предприятие уже существовать огромное полуразвалина но бог с ним сейчас там строят огромный живой комплекс кто рассчитывает вообще инфраструктуру и транспортную доступность особенно ведь это там будет жить сотни тысяч человек существует как я сказал нормативы и градостроительные нормативы которые учитывают транспортную доступность учитывают обеспеченность социальной сферы то есть школами детскими садами процент озелененной территории на в зонах жилой застройки и поэтому это довольно серьезно скажем так контролируется другое дело что есть темы для некоторых дискуссий в плане а вот на тех территориях которые не являются особо охраняемым природными территориям как там парки скверы они же есть парк культуры и отдыха у нас получается что эта территория она рекреационная то есть она это зеленое насаждение но при этом там есть учреждение культуры да есть учреждение для отдыха культурного скажем тогда и спортивных разных сооружений вот это все должно быть ну вот достаточно тоже соответствие нормативы правила и правил должно обсуждаться ну парк горького славцы господи не трогают а вот например сейчас присоединили большой кусок под названием новая москва да где были например там с жителями всякие трения по поводу троицкого леса как-то касались этой темы что вы знаете детально мы поскольку этим занимались депутаты троицка депутаты городской думы то на самом деле это вот тоже вопрос создания правил взаимопользования застройки генерального плана это это первое да вот что касается зеленых насаждений и это вот конкретное обсуждение общественной дискуссии по данной территории и второе что касается ну вот раз мы говорим заговорили вот о лесах может даже не о лесах а о зеленых насаждениях на территории города это вот вышедшие сейчас проблемы обсуждаемый состав зеленых насаждений озеленение потому что мы должны понимать что мы не можем в городе в мегаполисе на тех территориях которые не являются особо охраняемыми дать возможность растительности развиваться как она бы развивалась в диком состоянии вот люди боятся очень часто когда начинают там вмешиваться в жизнь парков каких-то природных территорий сначала начинается небольшого благоустройства пешеходные дорожки потом они станут становится асфальтовыми дальше появляются какие-то автомобильные небольшие подъезды и в итоге все это заканчивается тем что начинают строиться какие-то жилые дома сейчас с чем-то похожая история озабочены жители с битцевским парком вы правильно говорите что количество жителей в москве увеличивается да и антропогенное воздействие тоже возрастает поэтому нужно его регулировать и один из способов регулирования антропогенного воздействия это прокладка пешеходных дорожек создание мест притяжения даже может если это парк культуры да или какое-то место для отдыха ну где-то там поставить может площадку чтобы люди собирались сделать там кафе и что-то такое да чтобы они не ходили по лесу ну как бы вот по таким дорожкам толпами и что приводит именно к вытаптыванию и травяного покрова затем вытаптывания и деревьев новых пород если это подлеск есть если нужно сохранять а ведь может его не нужно сохранять вот поэтому должно быть регулирование а вот в самом начале упомянули что вас московской области общаетесь часто по теме отходов да не секрет что львиная доля мусора действительно уходит уезжает на сортировку и захоронения в подмосковье как наших граждан приучить правильно обращаться с мусором сортировать там не выбрасывать батарейки лампы еще что то вот как переломить вот это сознание ну вот это и воспитание экологическое образование и наши передачи и вот сейчас в москве уже как и в области еще раньше введен раздельный сбор мусора пока по двум бачкам то есть это загрязненные пищевые да и это стекло бумага металл до другой бак достаточно простая первая стадия да и все должны к этому привыкнуть а дальше следующая стадия это уже этого загрязненного мусора какой-то отсев что-то отправляется на переработку разные методики существует потом что-то идет либо на термическую переработку либо уже после термической или до термической переработки если это пищевые отходы твоих тоже можно как-то если они отделяются как бы такие в чистом виде пищевые отходы то это может быть какой-то перегной да и потом уже какая-то почва образовываться да наш человек на еще диафинирую обработка привык подходить к этому мусорпроводу просто открывать выбрасывать туда мусор и даже не думать что с ним дальше происходит вот налетел и в санчек и где-то там растворился на то есть никто не представляет какое количество усилий сегодня предпринимается для того чтобы этот мусор там отсортировать как правильно вы говорите дорогостоящие какие-то редкие технологии чтобы там выбрать из этой кучи какие-то но полезные фракции люди не знают что происходит дальше может быть надо как-то сделать упор на к просвещение не знаю свозить их найти заводы показать как это устроено отвезти их на полигон чтобы они понюхали вот этот запах до захоранимых отходов и что-то у них в голове щелкнуло да вот какой-то не знаю шоковую терапию какую-то провести после которой у него просто рука не потянется выбросить там в общий бачок в торсырье может не шоку и но именно этим мы сейчас с вами занимаемся что разъясняем и поясняем что пока совершенно элементарное как бы решение да ну вот загрязненные пищевые в один бак а что-то там бумагу все остальное стекло металл пластик какой-то такой организованный вот клади в перерабатываемые отходы вот это все просто это нужно и со школьной с детсадовской скамьи прививать да и объяснять старшему поколению что так вроде все понимают другое дело надо к этому и себя привести и как-то так сделать чтобы это происходило ну а дальше мы уже должны думать и обсуждать какие технологии являются по соотношению цена-качество до наиболее прогрессивными что мы можем сделать и какие отходы куда отправляются что-то естественно надо термически перерабатывать да это пока боятся почему-то больше всего люди не понимают вообще что есть давно современные технологии которые десятками лет работают правильно говорите но дело в том чтобы не закупили по дешевке какие-то такие ну скажем старые технологии переработать где может быть чуть больше выброса то сделали новые вот сейчас у нас задача создать отечественного производителя который производил бы эти технологии этим достаточно интенсивно занимаются этой мусоросжигание это и собственно плазменная переработка отходов поэтому научные институты и организации этим занимаются другое дело проводить общественные обсуждения и внедрять поток света вот кстати вопрос этих многих все знают что москва наверное такой ну реально рекордсмен в россии по внедрению экологических тех технологий электротранспорт эти электробусы и зарядки для электроавтомобиль и много-много чего еще вот сейчас в условиях этих санкций как вообще себя чувствует москва и готова ли она дальше с теми же темпами развивать все вот эти экологические к френдли технологии да конечно готовы и и ищут технологии наиболее прогрессивные среди предложений от ученых экспертов и специалистов и где это все размещать на каких заводах на каких производствах вот мы тоже этим непосредственно занимаемся вот по плазменной переработки отходов сейчас буквально сегодня обсуждали эту тему поэтому конечно все мы хотим сделать так чтобы это было с одной стороны лучше чище и с другой стороны у нас же ограничивает плата за переработку потому что можно сделать много но это будет дорого вы должны найти вот ту золотую середину когда это будет экологически чистой всех устраивать и при этом мы не будем сильно повышать платежи за переработку мусора вот возвращаясь к вопросу модернизации есть позитивный пример газпром нефти которая значит модернизирует нефтеперерабатывающий завод там как я насколько знаю датчики ставят какие-то фильтры еще что то но ведь есть предприятия которые так не вкладывают вот например у нас московской области есть завод москокс коксохимический завод который существует с 50-х годов и до сих пор ни разу не проходил ни одной серьезной модернизации потому что там просто производственный процесс он ну как бы непрерывно его нельзя остановить если ты печи заглушишь все можно потом это все на свалку и завод заново отстраивать вот как быть с такими нарушителями в москве которые отказываются от модернизации мы готовы волевым решением их куда-то отправить подальше от жилых кварталов ну таких вот металлургических производств коксохимических в москве нету но смотрите мы много лет стремились к стандартам экологическим высоким достаточно а сейчас вдруг происходит какой-то откат например с разрешением снизить экологический класс автомобилей с евро 5 до евро 0-3 вот как с этим быть и скорее всего эти завод машины как раз и будут делаться на предприятии москвич я думаю что мы обратно все вернем перейдем просто какое-то время необходимо тут как бы столкновение скажем так потребности людей да и возможности производства но много говорится о том что переход на электромобили пользуйтесь общественным транспортом ну вот каждая для себя должна у меня нет личной машины да я пользуюсь общественным транспортом вот мой вклад в экологию там такой можно найти пошутить немножко да вот но тем не менее вот давайте и сами тоже посмотрим как и с мусором да сколько на сколько мы лишний раз там едем до на автомобиле вот вопрос аэропорт внуково есть и многие сейчас ему значит прочь от судьбу там аэропорта быково что строительное лобби застроит вокруг всю территорию новой москвы так что просто полеты станут небезопасными уже сейчас есть несколько жилых комплексов которые полностью построены им не дают ввод в эксплуатацию потому что они проходят где-то по трассам подлетным самолетом что по этому поводу знаете проблем не только внуково у шереметь его такие тоже были тем проблемы обсуждались ну во-первых должны соблюдаться все нормативы и по шуму и по высоте полета и по всему и конечно тут застройщики должны быть ограничены законом там знаете какая у них и главная претензия аэропорта в том что у них сайт радио локационной станции вот эти рлс и издание просто перекрывают сигнал вот эти высоты сейчас же как строят есть строит у сразу 24 этажа и сигнал просто не проходит самолет садится вслепую такого быть просто не должно и строительство зданий высотность обязанно согласовывать с аэропортом и с системой технического регулирования полетов это просто совершенно очевидная по моему вещь для каждого чтобы безопасность полета безопасность людей и живущих в этих домах мало чего может случиться на глиссаде да тоже тоже по статистике к сожалению все эти вопросы тоже нужно учитывать но были случаи когда со внукова на шоссе на киевское тогда выехал самолет при посадке здесь то конечно ну да но это ну вот и там жертв не было особенно среди водителей которые ну это это как в данном случае тогда как раз ну как бы авиационная оплошность было да вот и соответственно тут никаких не должно быть исключение всего прочего то есть это должно быть ограничено и все нормативы и правила должны соблюдаться вот с другой стороны есть лесные территории лесные массива и должны сохраняться и вокруг внукова тоже и глиссады должны идти там где это безопасно над лесным массивом но как вы знаете внукова еще с давних советских времен там круг разворот он чуть ли не около мхада проходил и проходит да ну на большой высоте это ничего другое дело что по шуму тоже там еще и правительный аэропорт не надо об этом забывать что все первые лица у нас летают из внукова и здесь мне кажется вопрос безопасности он немножечко даже более остро стоит мы должны говорить нет мы должны одинаково ко всем относиться и внукова и шереметьево и домодедово ну просто внукова в москве то поэтому об этом больше поговорили за ко всем аэропортам московского авиаузла должны относиться с одинаковой строгостью в плане техники безопасности и в жуковском аэропорт который так недавно стал у нас да все это должно соблюдаться просто без сомнения есть у нас и меньшие аэропорты там военный чекаловском и там грузовой не знаю в мячиковы еще сохраняется ли и есть с новой москвой маленький аэропорта вот поэтому все это должно соблюдаться просто полностью это вопросы безопасности никто чем человек который знает лучше проблем своего двора никто лучше него не скажет что что он хочет что им надо вот куда ему обратиться куда ему пойти что ему набрать в интернете куда ему это звонить вот как раз к районным депутатам ну и в районные окружные исполком и единой россии можно обращаться мы естественно все вопросы не оставим без ответа и возможность вот такого широкого обсуждения сейчас есть потому что в каждом районе примерно по 15 депутатов районных по 10-15 депутатов это и 20 больших районах поэтому как раз есть возможность своему районному депутату обратиться и если где-то во дворе отыскать общественную приемную единая россия и туда отнести свои предложения есть шанс что потом какой-то из кандидатов пойдет с ними уже в качестве предвыборной своей агитации без сомнения и мы им поможем с городского уровня вот в том то есть смысл наше взаимодействие особенно в этом году этим летом чтобы эти предложения соберем проработаем и обсудим на самом высоком экспертном уровне если что-то будет из предложений шире чем ну скажем так районный дворовая проблема да вот те проблемы которые мы с вами обсуждали мы их на уровне москвы будем решать и в общероссийском масштабе и в законодательном плане мы будем обсуждать из госдумы советом федерации и что-то можно и правительство россии написать вот коллеги справедливой россии предлагали вообще сейчас наложить мораторий и отменить все выборы в стране с визитом с проведением специальной военной операции недружественными действиями стран и все такое прочее вы как считаете надо отказаться вы знаете я думаю что районные выборы в москве проводить наверное надо да потому что мы здесь занимаемся ежедневными насущными проблемами и это один из способов эти проблемы обсудить поставить и решить вот завершая дискуссию последний вопрос как вы относитесь к объединению двух регионов часто всплывает я думал что это невозможно потому что ну вот создать такой 25 миллионные мегаполис это будет такая слишком громадная все не разделяется позицию что это просто вопрос времени да но я не могу сказать я к сожалению являюсь ясновидцем на будущее но я считаю что вот тот принцип решения который предложили двенадцатом году он наиболее отвечает с одной стороны москве нужно было развиваться да какие территории нужны были выбрали наиболее такие скажем не заселенные возможные для какого-то и жилищного строительства и создания производства и офисных территорий выбрали путем такого сложного отбора да я думаю что это на всяком случае на десятилетия перспектива развития есть в москве да но мы взаимодействуем и через нашу структуру и через российское общество охраны природы я в пятницу был на областной вопсами с федеральным делали в правительстве московской области с большим интересом послушал взаимодействовал с комплексом жкх министр великовский да по тем более по переработке отходов по тем ну скажем так производные звери работки потому что не всегда бывает так что допустим тут же по плазменной переработки завод или какой-то можно разместить в москве не всегда это бывает поэтому администрации надо будет договариваться по каким-то может быть совместным размещению этих объектов потому что это будет и из москвы из области постоянная загрузка будет тоже вот такая проблема вот все понимают что нужно но вот у нас не надо только не только не у нас ладно спасибо вам большое вам интересную беседу и бог что вместе с корпусом отправимся да вы ждите новое интересное расследование в эфире я думаю что это будет очень насыщенно да очень экспертно и проблемы мы точно доведем до конца спасибо спасибо